Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Политотдел». Сегодня наша программа отправляется в гости к человеку, который за 8 лет проживания на чужбине не ожесточился, не возненавидел своих земляков. Более того, каждый божий день обращался к ним с просьбой, ребята, давайте перестанем ненавидеть себя и друг друга, давайте перестанем глютой ненависти все на свете разрушать, а будем все созидать, возвращать к тому состоянию, в котором была его родная Херсонщина еще каких-то 8 лет тому назад. Мы в гостях у почетного гражданина города Терупинска, дважды народного депутата Украины Алексея Валерьевича Журавка, с которым и поговорим о том, с чем пришла Херсонщина в март 2022 года и куда она пойдет дальше. Я сейчас в хорошем смысле этого слова сказал. Алексей Валерьевич, добрый день! Добрый день! Вам слово, объясните, пожалуйста, вот как получилось сделать так, чтобы хорошие, трудолюбивые люди вдруг пришли и сломали свое? Ладно, вот когда они к вам пришли и ваши предприятия захватили, да, все отобрали, вы бежали из Херсонщины, потому что националисты там правили бал. Но ведь они, взяв в свои руки то, что не ими было создано и выпистывано, они ведь не развили, они даже не эксплуатировали. Насколько я понимаю, большую часть они просто уничтожили и разграбили. Вот зачем, как это получилось, кто подвел их к этой мысли, что надо все к чертовой матери поломать и будет им тогда большое херсонское счастье? Сергей, давай возьмем и обопремся на мудрых людей. Ты знаешь, когда в дом ты зовешь хорошее, доброе, светлое память, ну, например, как Великая Отечественная война, Победа, это улыбка со слезами на глазах. Ну, это добро. Когда ты чтишь и уважаешь все прошлое, ты понимаешь, как можно новое строить. Но когда ты к себе домой зовешь с прошлого смерть, как Бандеру, с прошлого зовешь войну националистов, когда ты глумися над усохшими, когда ты скачешь по памятникам, разбивая прошлое, когда ты уничтожаешь исторические факты, которые в нашей жизни многие тысячелетия были, вот это и называется. Ты пригласил себе ад, ты решил туда войти. После того, как ты этих людей назначаешь и делаешь псевдогероями, приходит то с прошлого, когда они начинают разрушать. Это на самом деле страшно. Что мы получили в эффекте? Давайте вспомним послевоенные годы западную Украину. Жизнилось там все на персонажи, полицая, убийц, грабителей. Чем они занимались? Они мародерили села, убивали учителей. Это бандеровские отряды. Инженеров убивали. Детей резали и так далее. Одним словом, уничтожали то, что строилось. По большому счету, оно пришло и в сон. Второе самое страшное – это зомбирование. Выбивание памяти непосредственно того всего хорошего, того, чего нам проливал Советский Союз, да и сегодня Россия. Она говорит о добром. Те сказки изумительные, красивые, жизненные, патриотические, совестные, которые просто созидают. Это все было уничтожено. И что же мы после этого хотим? А человек – это существо, которое привыкает к тому, что есть. Как и животное. Посадим клетку. И мы, по большому счету, увидим, что оно привыкает. Оно хочет на волю вывозь. Но оно не может из-за того, что оно боится. Ему страшно. Там семья, дети. Я об этом вам рассказываю. Поэтому, конечно же, это все трагично. А вот теперь, как повернуть все у вас в пять, и многие говорят, что история не повторяется. Нет, она не имеет, будем говорить, слагаемых вещей, но повторения, она повторяется только в новом виде. В новом виде это компьютера, меньше бумаги якобы тратим. В новом виде это мессенджеры, социальные сети, роботы, суперсовременные самолеты, суперсовременные трактора. А в душе все то, что было в сорок первом году, все то, что дети наши предупреждали, что может вернуться, и их не добили, оно вернулось. Но с помощью прямых и откровенных врагов Соединенных Штатов Америки. Да, мне сегодня печально, трагично видеть, что происходит с Украиной. Но ведь войны-то нет. Идет освободительная война против нацистов, спецоперации. Россия не воюет сегодня с украинским народом. И мы видим, какие зверства сегодня творят нацисты. В Донецке вчера самое страшное трагическое событие произошло. Точку У с кассетным наполнением по жилому массиву ударили. 20 человек погибло. Это страшное трагедия. А вы посмотрите, как они уничтожают собственные дома, направляя пушки, стреляя по Киеву, по Мелитополю, по Херсону. Это ж я знаю. Я выкладывал это видео. Но сегодня Херсон освобожден. Считай, что это после Великой Отечественной войны. Это вторая победа. Как вы думаете, кто в этой спецоперации участвовал? Вы не поверите. Я смотрю список россиян погибших. А там национальности и Абхазы. И есть грузинские корни. И украинские корни. Ты понимаешь, что это все повторяется? Там офицеры тоже есть с украинскими корнями. С украинскими фамилиями. И чеченцы. А да нет. И молдаване воюют. И украинцы воюют. На стороне добра. Вот. Это то повторение того советского, когда Советский Союз объединился против коварного врага. Только коварный враг это внутри. Понимаешь? Сегодня освободили Херсон. Низкий поклон. Всей России. Всему братскому народу. Спасибо матерям. Которые отправили своих сыновей на защиту украинского народа. Белорусам спасибо, что не дрогнули и поддержали. Тяжело будет восстанавливать Херсон. Очень тяжело. Сегодня надо успокоиться. Это первое. Второе. Срочно надо найти все взаимоотношения экономические, человеческие между Крымом и Херсоном. Так как мы сегодня находимся замкнутостью. Я когда-то тебе говорил, что Херсон это как пробка в бочке. Это раз. Второе. Любыми путями, параллельно я назову, надо сеять, восстанавливать хозяйство, которые не допустят голод. И чтобы сегодня себя не считать изживенцами, только все у России просить. Надо налаживать срочно инфраструктуру производства, которые изготавливают продукцию пищевую немедленно. параллельно к этому надо срочно начать информационную не пропаганду, а информационную систему вводить, назову я так, систему, для того, чтобы объяснять, что на самом деле происходит и почему здесь русские находятся. Почему и что происходит. дальше время очень быстро летит. Нам нужно поменять повестку непосредственно учебную, потому что сейчас учеба проходит еще по украинским лекалам той фашизиации, фашизизации, которая происходила восемь лет. это срочно надо останавливать. Срочно надо просить братскую страну распечатывать учебники и готовиться уже к осени для детей. Следующее. Необходимо очень жестко подавливать ситуацию по поводу националистических группировок, которые сегодня терроризируют народ в социальных сетях. И не только. Это то, что касается Керсона. надо немедленно возвращать немедленно правоохранительную систему. Керсон, если остается украинским, а он остается украинским согласно того, что сказал Владимир Владимирович, что мы не оккупируем, рано или поздно мы должны уйти. Сегодня надо все возвратить судебную систему все хотя бы в 2014 рамке, до 2014 рамки, чтобы срочно реабилитировать всех тех, кто был осужден политически по требованию коллаборантской власти. Освободить. То есть юридическую ачивку сделать. второе. Кадровый потенциал он в Херсоне существует. Но в связи с тем, что у нас нарушена инфраструктура, у нас нарушены многие, будем говорить, хозяйственные объекты жизнеспособности, нужно привлечь Крым. То есть наших любимых соседей. Это в рабочем потенциале. Так как сегодня в Херсоне не хватает этого рабочего потенциала. Ни инженеров, ни врачей, не, будем говорить, слесарей нормально. И это связано, это на первое начало. Это связано с тем, что многие люди уехали на заработки в Польшу, в Чехию, в Германию, во Францию. И этот надо потенциал чем-то как-то поддержать, восполнить. И самое главное это заработные платы. Следующее, считаю, и будет правильно, что Россия должна помочь нам с энергоносителями. Должна помочь. Это горе. Хотя, с одной стороны, я как человек считаю, что Россия ничего нам не должна. Вот я как человек. Это связано с другим. Мы сами звали эту войну и сами выдерывались над Россией и пихали туда палки. То ядерную бомбу изготовили, то еще что-то, то нацисты москалей убивали, кто не скачет, то езжайте и так далее. Эти все кричалки. Сами виноваты. Но сегодня это другая ситуация. Вот мы должны показать, что мы способны восстановить быстро Херсон к жизнеспособности. Да. Алексей Валерьевич, у меня вот какой вопрос. Только что ты сказал по поводу того, что Россия пришла, порядок навела и ушла. Понятно, что до конца Россия не уйдет. Вас оставь одних, вы опять набедокурите и опять какой-нибудь бандера вылезет из подмогильной плиты. Тут вопрос другой. Вот сегодня люди, как раз и многие и не хотят и говорят Россия, ты пожалуйста с нами рядом теперь будь, никуда не отходи в сторону. Просто потому, что все эти ублюдки, которые нам угрожают, в мессенджерах пишут или на улице подходят. Вот сейчас москали уйдут, а у меня колэмэто там закопаны. Я приду, а у меня список вас всех предателей есть. Получал гуманитарку, убьем. Улыбался русскому солдату, убьем. Согласился работать в новой народной милиции Украины, Херсонской области, убьем. Так вот, люди должны быть уверены, что никакая сволочь их не убьет. Сережа, Сережа, ты правильно все говоришь. Есть политическая составляющая, есть военная составляющая и есть леополитическая. Вот если взять военное и политическое состояние, то конечно уже Россию, Украину нельзя оставлять. Мы это понимаем, мы видим, что происходит. А мы говорим о внутреннем состоянии, что нужно, чтобы свои работали, налаживали правоохранительную систему. А вот когда все у человека образумится, он поймет, какие он страшные ошибки наделал, тогда можно совместно, как это было в Советском Союзе, создавать войска и защищать нашу общую Родину. Вот я о чем тебе хочу сказать. Понимаешь? Это с этим связано. Конечно же, в этой ситуации, когда ополчилась вся Европа и Америка, ее политически мы понимаем, я считаю, что Россия должна дойти до самой границы Польши и не отдавать Западную Украину. Это мое личное мнение. И надо показать, будете дальше выеживаться. Мы придем и будем Германии во Франции и спрашивать, за что вы так Украину подставили, за что вы столько смертей сделали, ведь они миноваты в этом. с 2014 года все руководители этих европейских стран, кроме отдельных, они есть военные преступники и соучастники этого преступления. Они разрушили мою Херсонскую область. Они сегодня используют метод выжженной земли, только не европейцами, а будем говорить наемниками и руками украинцев. Моя сегодня Херсонская область страдала от того, что 8 лет мы в Крым не давали воду, потому что это понятие иноциды, это боль и трагедия народа. А если даже так и получилось, оккупировала Россия этот Крым, дай бог с ним, подпишите договор, получите деньги, создавайте рабочие места, но это взаимовыгодность не в территории дела, а дело в людях, а людей нельзя оккупировать, люди сами сказали, что они хотят с Россией и пусть живут, вот это я понимаю. Алексей Валерьевич, тут интересная вот штука такая, я шестой десяток лет живу в Крыму, но лучшего моря и лучшего песочка, пляжа, чем Арабатская коса, вот геническая и в сторону Крыма, я никогда не видел, я дочку своих туда возил, внучка вот родилась уже после того, как, и я ее ни разу не возил, а вот представь себе, наш друг, с которым ты меня познакомил, Немитулаев, который был до Воробьева главой администрации генического района, вот вернется он сейчас к себе в геническ, и восстановит там все, и нациков не будет, и люди опять смогут рыбу ловить, продавать ее, вярить, коптить, и вот там на этих самых безобразиях, на рыночках вдоль московской трассы, опять мини-пансионаты появятся, простые, скромные, для обычных, таких как я, людей, у которых нету много денег на роскошные виллы арендовать, и ведь из Крыма, самое интересное, и из той же России большой, опять в Геническ заедут, тысячи и тысячи привезут свои деньги, это десятки миллионов рублей, которые пойдут жителям города, это закольцованный газ, который будет идти постоянно в Геническ, вот на твой взгляд, жители Геническа в своем большинстве, ведь они-то остались нормальными, или там тоже такие воробьевы кое-где бегают? Сереж, понимаешь, я хочу, чтобы этот момент настал, и очень быстро, очень тяжело будет психологически перестраивать людей, и доказывать, что это белое, а это черное, ну вот у меня есть рука, а здесь нету, но я же не скажу, что это у меня рука, нет, это культышка, но я ей могу пользоваться наполовину, как полноценной рукой, я ей помогаю, я ей поддерживаю сковородку, еще что-то там, но я инвалид, и надо правильно говорить, как оно есть, здесь ситуация другая, понимаешь, сейчас нет деньгах дело, сколько кто приедет, с какими деньгами, сейчас совсем самое будет для нас тяжелое, вот с тобой, со мной, это как приехать и объяснить людям, что мы вам не враги, это что надо нам сделать, чтобы все-таки объяснить, что то, что вы порушили историческое, историческую данность, которая у нас тысячелетие было, вот там добро, а вот здесь зло, вот разграничить, ты понимаешь, почти два поколения выросли, и у вас в России есть проблемы предатели, коллаборанты, которые в учебнике пишут, на голову не натянешь, и так далее, с ними надо бороться, вот здесь надо вот эти все понятия правильно разграничить, правильно все сопоставить, и правильно расшлинить, вот белое, а вот черное, это титанический труд, у меня 8 лет отобрали, это моя жизнь, а я ж не молодею, я старею, ты в том числе надо правду говорить, насколько нас хватит, мы не знаем, поэтому в моем подсознании, в твоем, все происходит так, чтоб я сузил все, и в ускоренной форме успел не только преобразовать и положить на стол и создать, но и правильно убить в голову, для того, чтоб что-то осталось моему поколению, вот это наша задача стоит, потому что в западной Украине, когда чистили этих гаденышей, и когда их ссылки там отправили, они вернулись, их реабилитировали, а оно осталось вот здесь, и что мы видим, ты же пойми правильно, Херсонскую область за 8 лет они не только затерроризировали, они еще и сделали своего рода обменный фонд, одни туда уехали, показалось им там хорошо в западной Украине, а те западенцы приехали сюда отпетые, ты же пойми правильно, и все, и плюс было 8 лет навязывалось, с этим-то надо бороться, то есть у нас не только проблема в хозяйственном блоке, в гуманитарном блоке, в учебном блоке, у нас будет еще и другая проблема, как это все, назовем так, обеззаразить, вот эту заразу уничтожить, найти такой ядохимикат, чтобы он своего человека не убил, да, а убил ту гадость, которая была навязана в том человеке, он должен быть, он живой должен быть, но эту гадость надо с него вывести, понимаешь, то есть такое лекарство найти, это я так обрисовываю, но это факт. Алексей Вареевич, ну вот котика проглистовать можно, чтобы у него там в животике глистов не было, насколько же сложнее сегодня нашим инженерам человеческих душ в кавычках проглистовать население, которое этими глистами закармливали в течение восьми лет, ведь человек рот открывает, вот я общаюсь много с жителями Украины, а оттуда это такая гнусь, такая мерзость несется и сплошная ненависть, любви в людях вдруг нету, вдруг там одно сплошное вот я ненавижу вас, потому что вы плохие, подожди, а человек понимает, что ненависть она убивает не меня, я-то далеко сижу, а он все время об этом думает, он мучается, он страдает, он ненавидит Москалей, Путина, всех остальных, вот как сделать так, чтобы вот этот глист ненависти из человека уполз, какой любовью, как обнять этого человека, как ему объяснить? Сереж, понимаешь, здесь уже ничего ты с этим не поделаешь, здесь берешь провода, обрезаешь, у тех, которые называются интернет, которые на халяву в ложечке, раз, не надо разжевывать, записалось и пошел, ты же пойми правильно, они каждый свой бой, и когда ты ему начинаешь аргументировать, он сразу, ты дурак, ты козел, ты враг, ты нифига не понимаешь, ты идиот и так далее, я же могу апеллировать, аргументировать, высказать свою точку зрения, как оппонент, а они нас заранее им вбивали, что это враг, ему не надо ничего объяснять, это просто дебил, враг и прочее, эту машину надо перестраивать, понимаешь, вот смотри, я абсолютно согласен с тем, что отключили инстаграм, сейчас отключают еще социальные сети, я с ними согласен, но мне бред тот, который несется оттуда, он мне нафиг не надо, лучше бы страничку написали о Лермонтове, лучше бы страничку о Жукове написали, лучше бы написали про мультфильм о Карсене, да, кто его написал, кто его создатель, почему этот мультик появился, и сам мультик показали, да, или современный там мультик какой-то, который приносит добро, сеет за собой настоящую пшеницу, душевную, вот тогда появляется грамотность, тогда развивается мозг, тогда ты становишься рублой или один ученым становится, другой профессором становится, третий что-то созидает для нас, книги пишет, да, ну, понимаешь, вот для меня это, нет, чтобы в социальных сетях, допустим, показывать там, как ты развиваешь огород свой, как ты сажаешь лес, как ты делаешь добро, или о настоящем враге, кто нам враг, патриотически показать, да, но этого нет, показывать, ля-ля-ля, мы не скачем, еще что-то, но, это детство, я бы лучше показывал, как в Херсоне развиваться будет судостроительный завод, я бы лучше договорю, если получится, лучше бы договорился с Россией, возродил бы ХБК, там, нефтеперерабатывающий завод бы, в Крыму нефть добывается, да, газовый конденсат, вот я с этим бы лучше, вот я бы за это, вот если бы не дали возможность такую, поверь мне, я бы ездил бы, уже договаривался и строил, то, что даст рабочие места, то, что даст рождению новому ребенку, то, что даст нам построить новые больницы разных категорий, от всех больниц, до роддомов, до лечебных и так далее, вот это мне, я бы остановил бы аэропорт, чтобы по всей России летать, вот это мое, вот это мне надо, а вот этих полупридурков, которые там скачут, глумятся, я бы жестко принимал по ним решения, и я этого не скрываю, да. Алексей Валерьевич, ну вот управленцы ушли, уехали, убиты, убежали, как угодно можно говорить, кого-то в тюрьму посадили, те, кто создавал богатство и благополучие херсунщины, давал людям рабочие места и хорошие зарплаты, пришли Воробьевы на их место, вот этот мем смешной придурок, который там умеет петь гимн, поднимать украинский флаг и проклятие слать на голову Владимира Владимировича Путина. Но ведь когда в руководство ты берешь ни профессионалов, ни специалистов в разных отраслях, управленческой, там еще какой-то, то и результат не может быть хороший. Ну как, извини меня, швондер, который только в подвале жил управления, может песни петь вместе с жильцами, как он может управлять домом, чтобы там канализация не потекла? Это же собачье сердце начинается, пропал Колобуховский дом. Вот швондеров наставили, главное, чтобы он был патриотом, главное, чтобы он ненавидел москалей, и тогда все будет хорошо. А вот ни хрена не получилось. Ты мне скажи, пожалуйста, а кроме тебя есть ли действительно херсонцы, которые готовы вернуться на родину и готовы обратно, вот, простив земляков, обратно восстанавливать порушенное? Вот есть ты, есть еще наверняка кто-то. Ну, слушай, давай будем так говорить, ты конкретный вопрос задал, я хочу вернуться в Херсон, я хочу строить, но есть многие факторы, я никогда не напрашиваю и говорю честно. И если факторы эти сработают правильно, назову так, я приду, буду пахать и буду находить людей, которые со мной будут работать. понимаешь, временно это будет, не временно, но я максимально попытаюсь вложить свою душу, чтобы восстановить то, что было разрушено. Да, это военное время, да, приходится, придется жесткими методами некоторыми делать, не без этого. да, многое поменяется, ну, а люди есть в Херсоне, еще остались талантливые, хорошие, правильные, с мозгами. понимаешь, многие затаились, не выморали свои руки в кровь, не выморали свои руки в это постыдство, которое творили. А многим надо простить, и начать работать. Алло. Да, Алексей Валерьевич, и как, по-твоему, люди смогут, захотят, поймут, и как долго они будут раскачиваться, я имею в виду вот жители Херсонщины, ты-то с ними на прямой связи постоянно. Люди готовы поверить будут тебе, другим товарищам, и готовы будут, засучив рукава, пахать? Слушай, при любом подходе, если хочешь выжить, надо работать. Холодильник, он не вечный, закатки, они не вечные, без помощи мы не справимся, в любом случае надо приземляться к земле. Не то, что Кличко, помнишь, сказал, а именно приземляться к земле, брать плуг, восстанавливать и работать. Но кто-то ж должен за то, что люди объединяются и начинают работать, за это нести ответственность. И принимать правильные кадровые решения, правильные политические решения, правильные хозяйственные решения. И с этого надо исходить. И я думаю, ничего страшного нет. Мне же надо просто поработать. А я людей найду откуда хочешь. У меня связи, отношения очень много. Алексей Валерьевич, вот еще такой вопрос, он не политический совершенно. Бизнес, он к любой власти всегда пристраивается. Он не высказывает свою политическую позицию, но работает в тех условиях, в которых его заставляют работать. Вот сейчас представьте себе такую ситуацию, вот ты привозишь в Симферополь к Сергею Аксенову представителей там херсонского бизнеса, перерабатывающего, либо фермеров, и говоришь, Сергей Валерьевич, вот эти люди, они и при Украине работали как-то, и сейчас хотят и работать, и взаимодействовать, и восстановить порушенные связи. Вот готов ты будешь за них вписаться, поддержать их и перед Аксеновым выступлением? Смотри, те, которые бизнесмены были замаррены в крови, соучастники финансировали блокаду Крыма, те, которые финансировали сопутствующее сырье для военных действий, назовем так, покупали прицелы, обмундирование, бронежилеты, конечно же, с этими людьми я не буду работать, и я говорю честно, открыто, это соучастники, а те, которые бизнесмены все делали для того, чтобы выжить, сохранить рабочие места, и пытались уходить от политики, фермеры, таких я много знаю, но они вынуждены были как-то, конечно, буду гарантировать, конечно, буду работать, но и надо не забывать, что многое зависит от безопасности моей, насколько я там буду безопаснее чувствовать, для того, чтобы я мог, будем говорить, полную мощь, использовать свою силу, возможность, влияние, понимание той или иной ситуации, как снизу, так и сверху, и до среднего уровня, но только тогда я способен отдаваться полностью на те действия, которые приведут в ускоренной форме, в процветании, в реализацию тех проектов, которые необходимы для жизнеспособности Херсонской и Херсонской области, ну и плюс в человеческом факторе, потому что давай приведем так, что без Рима, которому устроили геноцид восьмилетний, я не справлюсь, потому что без будем говорить родственных связей и без показа того, что у вас сделано за эти восемь лет для открывания глаз людям, многим, я тоже не справлюсь, потому что ну давай будем говорить в первую очередь граница то такое, меня это сейчас мало волнует, а вот восстановить железную дорогу, да, ближайшие села между собой живут, живут, и мне это надо все восстановить, плюс туры надо организовать, и политически, и показательные, что у нас, а что там, это надо сделать, плюс между учителями, между институтами, между детьми, должен уже происходить обмен, и это мне надо сделать, я не справлюсь без Аксенова, не справлюсь без Крыма, поэтому у меня есть понимание, как я вижу, быстренько эти действия делать, и все, лишь бы, лишь бы, знаешь, срывать, лишь бы хватило здоровья. Ну что ж, Алексей Валерьевич, дай бог тебе здоровья крепкого, богатырского, потому что работает початый край, надо кому-то браться за херсонщину, восстанавливать то, что было порушено за 8 лет, я очень надеюсь, что и ты, и твои товарищи, соратники, приложат все свои усилия, насколько это возможно вообще, чтобы выкарабкаться как можно пораньше, чтобы вдохнули полной грудью херсонцы, чтобы к ним вернулась нормальная человеческая жизнь, чтобы они во всяком случае никого и ничего не боялись, и знали, что на востоке находится большая, великая страна, с которой им дружить, и жить рядышком, по соседству, и взаимовыгодно, конечно же. Спасибо тебе, Алексей Валерьевич, ждем в Крыму, ждем в Херсоне, до скорой встречи, пока. Пока-пока. Итак, дорогие друзья, Алексей Валерьевич, Журавка был нашим собеседником в этом выпуске программы, всем вам спасибо за внимание, и скоро увидимся, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова